Сегодня я пришла к ней располовиненная, и она меня собирала. Ну, вы знаете, но во мне вот есть две части. Одна вот эта, вторая вот то, что у нас там начался у нас. Биполярчик. Меня зовут Алена Слепых. Я учитель в прошлом, эксперт по созданию продуктов в настоящем. И я после психолога. И эта рубрика, мне кажется, она очень интересная для вас. И продолжение терапии для меня. Потому что я здесь как будто бы сама собой дальше до... Дальше соединяю то, что было на сессию. Потому что сессия длится 50 минут. И этого хватает, чтобы вытащить проблему, закрепить ее. Закрыть ее. Но этого чуточку не хватает мне для того, чтобы с ней пожить. И вот я раньше всегда заходила и снимала кружочки своим подружкам. Теперь я ставлю камеру и записываю свои мысли здесь для вас. Как будто как-то темно. Ну ладно. Сегодня я пришла к ней располовиненная. И она меня собирала в одно. Что значит располовиненная? Это то, когда я чувствую, что во мне есть две части. И вот я начинаю говорить, ну вы знаете, но во мне вот есть две части. Одна вот эта, вторая вот то. И иногда мы эти части собираем при помощи диалога какими-нибудь игрушечками. Знаете, это на самом деле иногда очень первый раз было делать не по себе. Но потом, когда ты знаешь, какой будет от этого эффект, ты на это охотнее соглашаешься. Сегодня мы были без игрушечек. Сегодня была только я. Вот тут я давайте вставлю кусочек, как это было. Вот. Да, то есть я пересаживалась со стула на стул, со стула на стул и говорила. Та часть, которая сидела на диване, лицо, которое вы видели, это была я, это был мой взрослый, это был мой взрослый, который говорил о том, что нам нужно выдохнуть, нам нужно остановиться. Да, вот две мои части. Одна говорит, что я устала и нам нужно выдохнуть, нам нужно остановиться. Ничего страшного, что здесь идет такой поток клиентов, такой поток аудитории. Ничего страшного, все в порядке. Вторая часть говорила, да, Аленда, ты че ты, посмотри, как много у нас возможностей сейчас. Давай работай, давай, 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 собирайся, работай, работай, работай. Давай вот это придумаем, вот это сделаем, вот это. Смотри, сколько людей пришло. Им всем-то интересно, нужно им всем что-то дать. Давай, давай что-нибудь придумывать. Вторая часть говорит, ну почему, почему, почему мы о себе не заботимся? Почему я не хочу ничего делать, я хочу отдохнуть. Я вижу, что нам надо отдохнуть. И я их разделила на взрослого и на ребенка. Та часть, которая сидела спиной, это был ребенок, у которого был, ребенок был азартный, воодушевленный. Он хотел действовать, он, знаете, там вот это было чувство хочу-хочу-хочу-хочу. А взрослый как будто бы боялся этого чувства хочу-хочу, потому что я помню, к чему это, блин, в прошлый раз привело. В прошлый раз это мое хочу-хочу привело к кредиткам. И мне сейчас как будто бы страшно, что если я продолжу поддаваться на вот это хочу-хочу, то это чем-то плохим закончится. Потому что, да, я уже чувствую, что у нас там начался у нас. Биполяпчик. Что у меня началось и часотка, и тики. И, ну, я правда о себе переживаю, потому что я вижу, к чему это все ведет. И вот эти две части спорили. И каждый раз, когда я садилась на одну часть, мне психолог сначала напоминала, какая я. Я вот такая, такая, такая. Вот вторая часть чувствует то-то, то-то, то-то. Я отвечала, ей входило в диалог. Потом я чувствовала, что мне нужно пересесть, я пересаживалась, отвечала. Потом я опять чувствовала, что мне нужно пересесть, я пересаживалась, отвечала. И там происходил такой диалог, когда взрослый запрещает ребёнку, знаете, выступает таким запрещающим. То есть это был даже, наверное, не взрослый, а в большей степени родитель какой-то, который, с одной стороны, мне казалось, что я взрослая, да, что я понимаю, я вижу, что она хочет, это детская моя часть, я вижу, как там всё, но я не хочу этого на 100%. И в конце, когда мы сели завершать вот это всё, когда мы сели завершать, я просто увидела, мне психолог подсветила, а почему взрослая и родительская часть должна быть только запрещающей? Почему взрослая часть не может стать опорой, опорой для вот этой детской части? И быть не родителем, который не ходи туда, тебя убьёт, давай, иди, я здесь, я рядом. И почему вот она сказала, что то, что она увидела во мне в детской части, что это было для неё новое, что она на сессиях раньше этого не видела, вот этот азарт, эта воодушевлённость, этот поток идей, и что этим, ну, этим нельзя не пренебрегать. Это, знаете, я сняла вам вот это видео про взрослую детскую позицию, говорила, классно подружиться и классно монетизировать ребёнка, хотя я сама ему только что сейчас запрещала выходить вообще наружу, потому что я испугалась, я испугалась того, что я не справлюсь с того, что я не вывезу этого ребёнка. Но по факту каждый из нас может подружиться и может стать взрослой опорой для этого ребёнка. Мы можем забирать из детской части то, что нам должно помогать реализовывать себя как взрослого, потому что ещё раз, ребёнок — это поток идей, это энергия, это очень много ресурса, это бесконечный поток классных событий каких-то, потому что взрослый всё здорово оценивает, не входит там ни в одно, ни во вторые крайности, да, он живёт и вот как бы знает, что вот лучше до этого там не доходить. Но если подружиться, если стать опорой, то, может быть, что-то произойдёт как раз-таки очень интересное. И почему я пришла? А, и я увидела в этой взрослости, в своей очень сильную категоричность, что нет, всё, мы сейчас там делаем запуск, потом уходим в отпуск, работаем только индивидуально, никаких запусков, это нам может повредить, это там, да, то есть забота, и родитель больше даже какой-то включается. И, но можно быть в моменте, не нужно планировать и быть категоричным, можно быть в моменте, и можно в этом моменте вытаскивать и понимать, что для тебя сейчас окей. Потому что, кто знает, вдруг я там уйду в отпуск на месяц, мне два месяца хватит, чтобы восстановиться, и мне не нужно будет ещё больше отдыха, и у меня действительно появится ресурс, у меня появится идея, я смогу там создавать что-то ещё новое, да, сделать какой-нибудь новый продукт, что-нибудь ещё продать. Почему нет? Почему нет, если у меня будет ресурс? Почему я должна себя, почему я решаю заранее себя ограничить, когда этого, ну, ничего плохого может-то и не случиться. В общем, не знаю, сегодняшняя сессия помогла увидеть меня с двух сторон. Я прям побыла отдельными этими частями. Знаете, больше, больше... Было, короче, очень интересно, когда я сидела здесь во взрослом, и я говорила что-то ребёнку, и моему ребёнку захотелось заплакать, и я не смогла заплакать тут, и я заплакала только, когда пересела. Это было интересно, да, как мозг при нужной задаче может разграничить вот эти вот эго-состояния, да, здесь взрослый, там ребёнок. И когда я разрыдалась, я прям реально почувствовала, знаете, вот эту детскую беспомощность, когда тебя не пустили Каринки с ночёвкой. Вот у меня жила подружка в соседнем подъезде, и вот если меня мама не отпускала, то это было вот это, знаете, чувство абсолютно беспомощности, непонимания. Ну почему? Ну вот это же соседний подъезд. Ну я же всегда хожу. Ну почему сегодня-то нет? Не знаю, сегодня была безумно терапевтичная сессия. Может быть, вас натолкнёт это на какие-то классные осознания, классное принятие своей детской части. Может быть, вы попробуете найти у себя какие-то два противоречия, да, что одна ваша часть говорит вот об этом, вторая ваша часть говорит вот о том. Попробуйте их разделить, эти две части, выписать, какая одна часть с прилагательными, эта часть какая, какая вторая часть какая. Каждый раз, когда вы садитесь на диван, вы одна часть, вы можете прям читать, эта часть такая, такая, такая. Всё, вжились в роль. Высказываете недовольство второй части, пересаживаетесь, да, часть вот такая, вот такая, вот такая. И принимаете этот ответ и парируете его, да, и входите вот в этот диалог. И помогает, правда, прийти, найти вот эту целостность, прийти к целостности, да, вот как раз-таки гештальт вот это и делает. Он собирает тебя в одно, он не разделяет. Поэтому каждый раз, когда я к ней прихожу с вот этим, ну, я не могу, у меня вот эти две части. И психолог-гештальтист, насколько я понимаю, не может тебя оставить вот в этом разделённом состоянии двух частей. Важно, если вы такая пришла, им важно вас собрать в одно. Вот. Меня сегодня собрали. Поэтому что будет дальше, я не знаю. Будет, конечно, очень интересно наблюдать, что придумает моя детская часть, как это реализует моя взрослая часть. А вы будете всему этому свидетелями. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Старайтесь быть к себе ближе.